Жители Верхней Волжи продолжают пополнять карманы мошенников и приводить на их счета свои деньги. Преступления совершаются через интернет-магазины, сайты, объявления, зачастую злоумышленники, представляются сотрудниками банков. Всего за 9 месяцев в следственных органах Тверской области находилось почти 3000 уголовных дел за преступления в IT-сфере, и эта цифра растет. Как не попасться на уловку мошенников, выяснила наша съемочная группа. Практически каждый день в новостных лентах появляется информация о новых жертвах телефонных мошенников, которые, как правило, представляются сотрудниками банка. Уговаривают людей перевести на их счет большие суммы. И счет идет от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Жители Твери также неоднократно сталкиваются со злоумышленниками, которые пытаются разжиться за их счет. Представилась там каким-то мужским именем. Я говорю, я вас не слышу, потому что по другому телефону разговаривала. Он вырыгался, и я отключила. Значит, это кто-то... Ну, был московский номер. Попытки были в отношении меня, но я уже знал заранее, что не надо клюнуть на такие эти самые смс-ки или там еще какие-то. Я даже была свидетельницей такого случая. В милицию заявил гражданин, которого 70 тысяч списали из карты, хотя, в принципе, грамотный человек. Он, говорит, сам никогда не думал, что на это попадусь. Звонил представитель якобы финансовой организации Сбербанка и спрашивал, вы не перечисляли недавно средства кому-то? И называл какую-то фамилию. Я говорил, нет, не перечислял. Сейчас жертвой преступников может стать любой человек. За последние годы возраст людей, которые пострадали от действий злоумышленников, значительно снизился. Если раньше это были люди пожилого возраста, то теперь и молодые могут попасться под влияние мошенников. Два года назад основная категория – это были лица пожилого возраста и пенсионеры. Данная категория граждан составляла порядка 90%. В настоящее же время данная категория составляет около 50%. Подвергаются также и другие слои населения, то есть более развитые в плане развития информационных технологий. Как рассказывают сотрудники полиции, мошенники уже давно пользуются социальной инженерией. Например, выдают себя за сотрудников банков, чтобы обманом узнать у клиентов СМС-коды для переводов или номера карт. И большинство преступлений происходят за считанные минуты. Человека, как правильно было сказано, погружают в стрессовое состояние, в котором, соответственно, у него зачастую отключается критическое мышление, и он не может адекватно реагировать на то, что вот так происходит. Основное, что двигает гражданами, три, скажем так, чувства, которые злоумышленники целенаправленно пытаются у него вызвать. Это значит страх, жадность и сочувствие. Многие граждане, кто стал жертвой аферистов, не думали, что именно они могут попасться под прицел мошенников. И, как поясняют сотрудники внутренних дел, это одна из основных причин, почему у злоумышленников получается выяснить всю информацию гражданина и заставить его перевести им деньги. Когда происходит в реальности, то есть человек этого просто не ожидает, получается. В реальности человеку звонит очень интеллигентный человек с хорошо поставленной речью, который специально ее, скажем так, напичкивает какими-то специфическими терминами, либо из банковской сферы, либо еще какой-то, ну, кем он представляется. И у человека, соответственно, создается абсолютная иллюзия, что он разговаривает действительно с банковским работником, с работником брокерской фирмы, с сотрудником полиции и тому подобное. Сотрудники полиции предупреждают, что если гражданину позвонили и представились якобы сотрудниками или службой безопасности банка и сообщают о списании срез с карты и что эту операцию необходимо остановить, самый правильный способ не вступать в диалог и при любых обстоятельствах обращаться на горячую линию своего банка. Продолжение следует...